Тяжело представить жизнь без путешествий и поездок на дальние и не очень расстояния. Сегодня внутренний туризм в России находится на стадии активного развития. Все больше людей предпочитают проводить отпуск на родине. По прогнозам Ассоциации туроператоров, туристический поток в 2024 году вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Это подтверждает спрос на раннее бронирование, который вырос наполовину. Россия расположена в четырех климатических поясах – арктическом, субарктическом, умеренном и субтропическом. Поэтому все путешествия на ее территории точно будут разнообразными и интересными. Говоря о теме внутреннего туризма в России, следует заметить, что он прошел непростую историю и, несмотря на небольшой возраст, уже прошел практически все стадии от его зарождения, становления и сейчас до бурного развития. Перспективы развития внутреннего туризма в России обещают быть благоприятными, поскольку государство реализует всевозможные программы его поддержки и поощрения, а сотрудничество государства с частными предприятиями, общественными организациями и местным населением ускоряет процесс развития внутреннего туризма. Более того, стремительно развивается инфраструктура в туристических регионах, создаются новые маршруты и объекты для посещения, улучшаются качества услуг и уровня сервиса для туристов путем обучения персонала, создания комфортных условий пребывания. У нас в следующем году будет принята новая национальная программа туризм и гостиничное хозяйство, индустрия гостеприимского поручения, я хочу сказать. Поэтому перспективы развития внутреннего туризма очень замечательные у нашей страны. Существуют определенные направления во внутреннем туризме. Среди них экологический туризм, путешествия к природным заповедникам и национальным паркам, культурный туризм, посещение исторических достопримечательностей, гастрономический туризм, путешествие с целью отведать местную кухню, морской туризм, отдых на морских курортах. Молодое поколение предпочитает активный отдых и при его планировании уделяет внимание занятию экстремальными видами спорта, горным туризмом, велоспортом, пешими походами и, конечно, всевозможными развлечениями. Среди более взрослого поколения популярностью пользуется медицинский и пляжный туризм. В рамках молодежного туризма необходимо большое количество средств размещения и программ, адаптированных под эти категории туристов. Люди это не притязательные, поэтому это в первую очередь хостелы, отели 2-3 звезды, а также, конечно же, экономичная перевозка, то есть какие-то льготные билеты на поезда и самолеты. Если это будет, то действительно молодежный туризм будет активно развиваться. Регионы, которые лидируют по количеству туристов, предлагают разнообразные маршруты и уникальные достопримечательности. Например, Москва, Санкт-Петербург и Казань привлекают туристов своей архитектурой, музеями и культурной жизнью, а Крым и Сочи своими пляжами. Казань, в свою очередь, заняла четвертое место среди городов Российской Федерации по востребованности у путешественников. Ведь у нашего города богатая история и вкусная национальная еда. Перспективными направлениями развития туризма в России могут стать Сибирь с ее удивительной природой и традициями, Дальний Восток с богатой историей и уникальными видами, а также малые города и деревни, где можно почувствовать дух старины и народной культуры. Более перспективными направлениями в ближайшее время останутся, я думаю, все те же собственные направления, которые уже популярны. Это, разумеется, Москва, Московская область, Питер, Ленинградская область, Крым, Калининградская область, Краснодарский край, ну и, разумеется, наш любимый Татарстан. Дело в том, что здесь наиболее развитая инфраструктура. И, собственно, точки роста, которые имеются в настоящее время в этих субъектах, они также позволяют рассчитывать на дальнейший бум туризма. Инфраструктура имеющихся туристических точек в России в целом готова принять наплыв туристов. Однако в некоторых регионах могут потребоваться улучшения и модернизация для удовлетворения потребностей посетителей. Государственные программы и инвестиции в туристическую инфраструктуру могут помочь улучшить условия для туристов и обеспечить им комфортное пребывание. Рафаэль Хелемензик, Резидака Римова, Универ Новости.